приветствую друзья сегодня разберем такую тему как учить историю не бояться егэ в конце видео я подготовил для вас два бонуса которые помогут вам систематизировать ваши знания и успешно начать готовиться к егэ по истории и так первым делом нужно забраться из чего же состоит история самая распространенной проблемой подготовки к истории является тот факт что ребята не знают чего начать огромное количество справочников источников литературы и так далее и то подобное не все из них являются полезными и нужными для егэ чересчур перепичка в себе информацию тоже себе не поможете тут нужно понимать что есть основная базовая вещь что историю мы можем поделить на три основных пункта и уже основу на этих пунктах ее учить итак первым основополагающим пунктом является сюжет сюжет это основа истории понимание общей картины исторического сюжета даст вам общее понимание того что происходило в тот или иной период что нужно учить для этого периода и как с этой информацией работать сюжет будет входить такое понятие как личности личности бывают двух категорий первая категория это основные основные и второе это скажем так второстепенные или как их по-другому называют современники основные личности это основные правители князья цари а современники это те люди которые сопутствовали и жили в их временную эпоху и как-то связаны с их деятельностью к примеру основной личностью будет являться петр первый его современникам князь менщиков следующим немаловажным элементом пункта сюжета является так называемая терминология терминология очень важна для понимания сюжета истории потому что мы не можем отнести тут тот или иной термин к тому или иному времену кто или иной эпохи если она не является для него свойственны к примеру понятие овече будет относиться больше к век к векам девятым десятом нежели к двадцатому либо девятнадцатому веку это разные временные эпохи и соответственно терминология совершенно разная заданиях егэ есть задание где вам необходимо выбрать два термина который не подходит к тому или иному веку поэтому понимания и знания терминов очень важно следующая это хронология соответственно соответственно это то что зачем идет кто следующий правитель кто кого сменил и так далее и причина следственной связи то есть причина следственной связи это вообще отдельная тема, о которой стоит отдельно разговаривать. Причина следственной связи очень часто проверяется в заданиях второй части ЕГЭ, в особенности в сочинении. Это задание номер 25. Причина следственной связи очень важный момент и с этим нужно работать отдельно. Следующие это источники. Следующий пункт, из чего состоит история, это источники. Источники это карты, документы, плакаты, марки, фильмы, медали и так далее и то подобное. Какие-то архитектурные сооружения. Со всеми этими элементами мы будем работать отдельно. И следующее это хронология. Хронология это элемент, который очень тесно связан с первым элементом сюжета. Что входит в хронологию? Давайте посмотрим. Во-первых, это даты. Даты бывают двух уровней. Так же, как и например, личности. Даты бывают годы, годы правления и годы событий. Итак, даты, годы правления и годы событий. Один из учеников меня спросил, действительно ли это правда, что нужно выучить 3000 дат, для того, чтобы хорошо подготовиться к ЕГЭ. Это на самом деле полный бред. Не нужно учить такое огромное количество дат. Даже для олимпиадного уровня это не является правдой. Есть такой хороший документ, выпущенный Министерством образования. Называется он Историко-культурный стандарт. В этом документе четко прописано, что нужно учить, кого нужно знать, какие события нужно знать для подготовки к ЕГЭ. И всего, если посчитать, сколько там дат, это около 360 дат. Я могу ошибаться, но погрешность небольшая. То есть, около 360 дат, это то количество, которое нужно знать. И, поверьте мне, это не такая уж и большая цифра. Систематизировано, если вы систематизировано подойдете к изучению этих дат, то это не составит для вас большого труда. В конце видео, я подготовил для вас бонус, которым вы можете воспользоваться как раз таки для того, чтобы систематизировать изучение дат. В этом документе там расписаны все даты, которые необходимы именно для ЕГЭ. Следующее, это события. Нужно знать, что за события. И события очень честно, тесно переплетаются с таким понятием, как причина-следственные связи. Но опять же, по причине-следственные связи мы отдельно останавливаться не будем, по ним поговорим уже более подробнее в других видео. Итак, как же со всем этим работать? Существуют два метода, которые очень, скажем так, помогают разобраться с таким моментом, как все-таки с этим работать. Итак, первый, это так называемый ступенчатый конспект. Предположим, вы изучили период с 980 по 1015 год. 880 по 1015 год. Вы берете лист любой, формат А4, тетрадный, альбомный, неважно. Пишите в начале этот период, который вы изучили, и делите весь лист на три части. Итак, давайте другой цвет возьму, чтобы вам более видно было. в первом ступени вы прописываете все даты ключевые, которые связаны с этим периодом. Во второй ступени вы прописываете все личности, как основных, так и второстепенных, которые связаны с этим периодом. и в третьем вы прописываете сюжет полностью. То есть, вы пишете, что произошло, почему произошло. Тут как раз таки вы работаете с причинно-следственными связями. Выполняете вы это задание на память, то есть, не подглядывая, не сверяясь ни с чем, на память. Уже потом вы только сверяетесь с источниками и смотрите, где вы ошиблись, а где нет. Подобные конспекты проверяю я лично. Это у тех ребят, которые занимаются на годовых курсах. Я это все проверяю, смотрю, говорю, где ошибки и так далее. Следующий момент, следующий метод, с помощью которого вам будет проще всего подготовиться именно по этим моментам, это по этим пунктам. Это TDS-лист. Что такое TDS-лист? Это таблица дат и событий. TDS-лист выполняется следующим образом. После того, как вы изучили период, опять же, давайте возьмем 880-й по 1015-й год. То есть, это у нас период правления князя Владимира. Вы берете лист, делите его на две части и создаете вот такие вот ячейки. В каждой ячейке вы пишете здесь дату, дата, события, дата, события. И таким образом вы прописываете все эти моменты. Дата, события, дата, события. И значит, все это тоже делается на память. После того, как вы все прописали, вы сверяетесь с источником. В этом вам поможет как раз таки эта таблица, которую вы получите в качестве бонуса. И если вы, например, ошиблись в данной чеке, вы это все зачеркиваете, выписываете отдельно ошибку и потом снова прорабатываете этот тдс-лист, к примеру, в конце дня. Оба метода вы выполняете один раз в день. То есть минимум один раз в день. На все про все это у вас уйдет 20 минут. Всего лишь 20 минут. Но эффект вы получите колоссальный. То есть я рекомендую вам не лениться и выполнять эти задания. В принципе это все на чем базируется у нас история. То на чем базируются мои занятия. И соответственно более углубленно мы подходим ко всем этим элементам уже на наших курсах. Итак, что же касается бонусов. Что я предлагаю вам в качестве бонуса. Первое это список всех дат которые нужны для ЕГЭ. Это все даты которые нужны для ЕГЭ. Не больше не меньше. То есть никакой воды. Все то что необходимо для успешной подготовки именно по датам. И непосредственно персональный план подготовки в котором структурирована систематизирована вся информация которая нужна для подготовки к истории. То есть там выдержана вся хронология от начала до самого конца. Все это вы можете получить. Как это можно получить? Вам нужно лишь в сообщении сообщества написать кодовое слово хочу бонус и вам автоматически придет ваши документы. Вам не нужно будет больше нигде регистрироваться никуда заходить никуда не подписываться не нужно. Вам нужно будет просто написать хочу бонус в сообщении сообщества и вы получите свой законный бонус. Итак что будет в следующем видео? В следующем видео мы разберем как работать с картами разберемся с такими понятиями как маркеры опорные точки будем разбираться с определением сторон и соответственно многие другие методики которые помогут вам работать с картой. На этом наше видео закончилось если у вас остались какие-то вопросы пишите нам личные сообщения удачной вам подготовки что надо оставить в описании Продолжение следует...